Ивану Ивановичу Орлову. 22 февраля 1899 год. Ялта. Здравствуйте, милый Иван Иванович. Ваш приятель Крутовский был у меня. Мы поговорили о французах, о Панаме, но ввести его, как вы желали, в кружок ялтинских знакомых я не успел, так как он, поговоривший о политике, ушел к шарманкам. Это было вчера, а сегодня он уже в Гурзуфе. Я продал Марксу все. И прошедшее, и будущее. Стал марксистом на всю жизнь. За каждые 20 листов уже напечатанной прозы я буду получать с него 5000. Через 5 лет буду получать 7000 и так далее. Через каждые 5 лет прибавки. И таким образом, когда мне будет 95 лет, я буду получать страшную уйму денег. За прошедшее я получу 75 тысяч. Доход с пьес я выторговал себе и своим наследникам. Но все-таки, увы, мне еще далеко до Вандербильда. 25 тысяч уже тю-тю, а остальные 50 я получу не сразу, а в течение двух лет. Так что не смогу задать настоящий шик. Новостей особенно никаких. Пишу очень малым. В будущем сезоне пьеса моя, раньше в столицах не шедшая, пойдет на малом театре. Да ходишь-ка, как видите. Дом мой в Аутке почти еще не начинался благодаря сырой погоде, которая продолжалась почти весь январь-февраль. Придется уехать, не дождавшись конца постройки. Мой пучукойский майонез, так пастухов издатель московского листка называет майорат, очарователен, но почти недоступен. Мечтаю выстроить там домик подешевле, но по-европейски, чтобы проводить там время и зимой. Теперьшний двухэтажный домик годен только для летнего жития. Моя телеграмма насчет чертова острова не предназначалась для печати. Это совершенно частная телеграмма. В Ялсе она вызвала ропот негодования. Один из здешних сторожилов, академик Кондакоп, по поводу этой телеграммы сказал мне, «Мне обидно и досадно, что такое изумился я. Мне обидно и досадно, что не я напечатал эту телеграмму». В самом деле, Ялта зимой – это марка, которую не всякий выдержит. Скука, сплетни, интриги и самая бесстыдная клевета. Альшуреру приходится кисло на первых порах. Многоуважаемые товарищи сплетничают про него неистово. В вашем письме текст из писания. На ваше сетование относительно гувернера и всяких неудач я отвечу тоже текстом. Не надейся на князи и сыны человеческие. И напомню еще одно выражение, касающееся сынов человеческих. Тех самых, которые так мешают жить вам. Сыны века. Не гувернер, а вся интеллигенция виновата. Вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки, это честный, хороший народ. Это надежда наша. Это будущее России. Но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша, и будущее России обращается в дым. И остаются на фильтре одни доктора, дочевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Котков, Победоносцев, Вышнеградский – это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила. Я не верю в нашу интеллигенцию. Лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется. Ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России, там и сям. Интеллигенты они или мужики – в них сила. Хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем. И отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе. Они не доминируют, но работа их видна. Что бы там ни было, наука все продвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и так далее, и так далее. И все это делается, помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции анмаз. И несмотря ни на что. Как вид-то? Здесь Коврейн. Устроился он хорошо. Кольцову немножко лучше. Крепко жму руку. Будьте здоровы, благополучны, веселы. Пишите. Ваш А. Чехов.